Бог всегда вездесущий, Калька Аватар Толик, приветствует слушателей. Сегодня 20 мая 21 года, четверг, 14 часов 25 минут. Ролик 522, называется «Благая весть». Ну, «Благая весть» заключается в том, что Мессия пришел, и хотя Толик уже много раз об этом говорил, и имеется много статей на эту тему в нашей школе, школа находится в ВКонтакте, в группе под названием «Абсолютная истина». В данный момент эта группа закрыта, подписчиков там нет, и как бы мы находимся в паузе, в перерыве. Ну, а на Ютубе продолжаются вот эти ролики для того, чтобы кто-то мог узнать о том, что Мессия уже давно, 8 лет назад пришел, дает знания о Боге и обо всем, о мироустройстве. И кому это интересно, тот, конечно, может все это узнать, хотя бы по роликам в Ютубе, и также под роликами есть ссылки на ресурсы, где имеются, например, первые 100 бесед или другие источники информации. Для верующих в разные религии можно сказать, что пришел Бог-Отец с революционными знаниями о новом мировоззрении, которое приведет все человечество к золотому веку. Для самых же темных можно сказать, что пришел сам Бог, создавший все с новой религией, которая называется «Все есть Божие», в которой говорится, что абсолютно все есть Бог, и говорится, из чего Бог создал вообще все. Этих знаний никогда не было, потому что было убеждение во всех религиях, что никто никогда не видел Бога. Толик еще 8 лет назад сказал, что он был Богом, создал эту школу и начал говорить о Боге, описывать Его. Толик в 14 лет был Богом, занимаясь аутогенной тренировкой, выходя из тела, ускоряя душу до огромных скоростей, которая в миллиарды раз быстрее скорости света, вылетал за пределы Вселенной и всех тонких миров и становился Богом. В этих медитациях примерно 10 раз по одному часу Толик был Богом и узнал о нем все, что нужно было ему в те годы. Эта медитация очень простая, ее может освоить в принципе любой нормальный школьник от 12 лет до 16. это возраст, возраст, в котором легче всего душа выходит из тела. А если душа вышла из тела, то ее остается только ускорить, направив в любом направлении и достигнув предельной скорости, душа становится Богом, сливается с ним в его высших вибрациях и тогда становится доступным все могущества, все знания и множество других сверхспособностей, о которых люди даже никогда еще и не мечтали. Бог создал все из самого себя. Об этом никто никогда ни разу не говорил, потому что этого никто никогда не знал. Никто не задавал вопрос, из чего Бог создал все миры, поэтому и этих знаний не было. Бог — это наитончайшая вибрация бесконечного неподвижного пространства, заполняющая равномерно все пространство с огромной плотностью. Бога можно представить как бесконечный очень плотный кристалл, вибрирующий на очень высокой частоте, которая недоступна никакими приборами. Бог воспринимается как бесконечное блаженство и бесконечный всемогущий разум. Все миры Бог создает из этих вибраций и своих мыслеобразов путем понижения частоты этой вибрации и некоторых других ее характеристик. Для духовно ищущих, которые ищут высшее духовное знание, можно сказать, что пришел сам Бог всегда вездесущий, безымянный и триединый, который создал все, с новым учением простая адвайта и подробным описанием Бога, а также описанием правильной медитации, которая ведет к состоянию Бога. Условно неделимый Бог делится на три диапазона частот для удобства понимания. Бог-источник, Бог-творец, Бог-творение, мать, отец и дитя. Мир глазами Бога-источника это пять мантр и два закона. Мантры описываются так. Все есть Бог, нет никаких Я, все делает Бог. Весь мир это кино или фильм, все идеально. Два закона описываются так. Закон перевоплощения и закон кармы. Мантры нужны для того, чтобы поменять эгоистическое мировоззрение на божественное. Когда человек поменяет это мировоззрение, он достигает состояния истинного просветления и слияния в сознании, в понимании с Богом. человек становится Бога человеком и попадает в состояние Царствия Небесного, описанного в христианстве. Эти пять мантр нужно внушать. Это делается очень просто и легко в течение жизни, в любое время, когда вам удобно, в любом темпе, не нужно считать количество повторений, в абсолютно свободном формате, как кому удобно. Эти мантры также можно слегка видоизменять, чтобы было более приятно внушать, но чтобы не менялся смысл. Также имеются множество дополнительных мантр, которые описаны в тексте метод мантр. Когда вы становитесь бога-человеком, вы начинаете видеть мир глазами бога, бога-источника, создателя всех миров. И вы ясно понимаете, как устроен весь мир, из чего он сделан. эти пять основных мантр, утверждений, как бы я описываю весь мир, который состоит из самого бога, и первая мантра об этом и говорит, что абсолютно все есть бог, все, что мы видим вокруг, слышим, чувствуем, все является богом, и мы сами также являемся богом. но мы не говорим я бог, мы говорим все есть бог, все люди есть бог, и я тоже. Мантра нет никаких я говорит о том, что теория личности, которая существует в психологии, это абсолютно ложная теория, вводящая всех людей в мире в глубочайшее заблуждение, от которого и все проблемы в мире, от этого заблуждения также нет никакой любви между людьми, нет никакого доверия, дружбы, взаимопомощи, сочувствия и других чисто человеческих качеств, потому что каждый человек эгоист, каждый думает, что он все делает, от него все зависит, у него будто бы имеется своя свободная воля и так далее. И когда все люди живут в этом эгоизме, то и вся цивилизация деградирует в духовном отношении, она может в техническом отношении развиваться, но в духовном отношении будет деградировать и все это в итоге приведет к самоуничтожению всей цивилизации, потому что количество конфликтов постоянно будет увеличиваться, эгоизм будет постоянно расти и люди если они не придут к духовным знаниям, то цивилизацию ждет конец. И мы это как раз и наблюдаем, потому что живем в конце Кали-юги, когда деградация достигла предела. В такие времена и приходит на планету сам Бог для того, чтобы подкорректировать знания людей, дать им истинное знание о Боге, коих никогда во все времена не было, поэтому и возникло множество религий веры в несуществующих богов, которых люди сами придумали. все эти боги ограниченные, они имеют имена и они представляются верующими где-то там на небе. Истинный же Бог, Он везде и всегда, Он является абсолютно всем, потому что Он создает все из самого Себя, Он бесконечный, вечный, заполняет все пространство очень плотно, равномерно. И весь мир это мысли и образы Бога, фильм, который Он создал и сам же и смотрит, сам же играет все роли в этом фильме. Мантра дает нам правильное видение мира и правильное понимание, но также в этом учении имеются два закона для того, чтобы души понимали, как им нужно правильно жить. Закон перевоплощения душ говорит о том, что хоть вы достигнете какого-то просветления, понимания и знания, но все равно вам еще предстоит перевоплощаться много раз в различных материальных телах для того, чтобы души развивались. А для развития души Бог создал единственный закон кармы, который действует автоматически и который звучит очень просто. Бог все видит, знает и помнит, потому что Он Сам проживает через все тела, используя их как свои инструменты. Наша школа только еще начала обучать учеников, которые становились учителями, которым Толик разрешал обучать других, но первые учителя оказались недоученными и они остановились на четырех мантрах, почувствовали кайф от этих мант, от этого видения мира, от слияния с Богом и решили обучать других людей, основываясь только на этих четырех мантрах. Толик говорил им, что это неправильно, но они не стали его слушать, отделились от школы в оппозицию и, можно сказать, превратились в оппозиционеров, отделившись от школы. Это похоже на отрыв от реальности, от этого мира, от этого фильма. и это ведет к вседозволенности или к другим отклонениям от истины. Мы, как тела, умы и души, находимся внутри фильма, как персонажи, и никогда не выберемся из этого фильма. мы можем истинно, только знать, как Бог источник и Бог творец видят этот мир. Мы можем посмотреть на мир их глазами, но прекратить играть свою роль в этом фильме мы никак не можем. с одной стороны, мы имеем эти истинные знания, но продолжаем жить внутри этой роли, играя эту роль, хотя мы знаем, что все происходит само, как в фильме, но так как мы не знаем будущего, то мы находимся в полной иллюзии наличия у нас свободной воли, личности, эго, и у нас полная иллюзия того, что мы сами думаем, сами делаем, чувствуем, и раз мы находимся в этой полной иллюзии, то нам просто необходимо соблюдать закон кармы и знать о законе перевоплощения, если мы совершим негативные поступки, то закон кармы неотвратим и обязательно последует наказание за весь негатив, за позитив же Бог дарит милость и наши первые учителя уже постигли вкус этой милости ощутили эту милость явно и конечно же на фоне этого боженства немножко стали витать в облаках мы в нашей школе пытаемся дать учение в полном виде в виде семи пунктов пять мантр и два закона и это более качественное обучение и оно позволяет не отклоняться от истины также это знание нужно постоянно пополнять не отрываясь от школы общаясь с учителями и учениками и столиком и продолжая углубляться в это учение простая адвайта находясь наедине с самим собой мы можем размышлять о Боге представлять Его и Его творение мы можем почувствовать себя Богом создавшим все и это будет недвойственное истинное видение и истинное просветление но находясь в обществе людей в множественности в двойственности мы обязаны быть адекватными не отклоняясь от истины на санскрите это понятие называется саттва нужно не отклоняться во вседозволенность например говоря я Бог я все могу это называется раджас или отклоняться наоборот в пассивность в пафидизм говорят что мир это кино можно ничего не делать все равно все происходит само это называется тамас то есть если правильно постигать общение то мы будем как бы двигаться по лезвию бритвы не отклоняясь ни влево ни вправо как каната заходит следуя своему внутреннему голосу следуя своей совести интуиции и живя в Боге с Богом слившись с Богом имея истинные знания Бог в нашем понимании безымянный потому что Он является абсолютно всем и любое имя будет ограничивать этого Бога все Боги придуманные людьми имеют имена и все они являются ложными Богами эгрегорами таких Богов на самом деле в реальности не существует существует один только Бог всегда вездесущий и кроме Него больше нет никого и нет ничего все творения Бога это Его мысли образы созданные из Его высших вибраций путем их понижения и условно мы Бога делим на три основных диапазона вибраций и называем их Богиня источник как женская ипостась это бесконечное пространство она сотворила Бога Творца Бог Творец как мужская ипостась конечная энергия в космосе Бог Творец сотворил боготворение детскую ипостась конечную материю во вселенной Богиня источник создала проект материального мира или фильма а Бог Творец реализовал этот проект он также играет все роли в этом фильме материя это просто изображение в этом фильме Бог который пришел через столик он дает простое учение доступное в понимании любому школьнику от 10 лет он дает правильную медитацию которая позволяет также любому нормальному школьнику от 12 лет до 16 все эти знания постичь непосредственно на своем опыте ускорив душу которая в итоге сольется с реальным Богом и Толик вместо многочисленных поучений и заповедей которые раньше существовали в разных религиях дает очень простое учение и советуют соблюдать единственный закон кармы который и предназначен для развития душ он как бы и управляет развитием этих душ совершил негатив повтори пройденные уроки совершил позитив можешь двигаться дальше в течение жизни каждому инструменту Бога даются уроки вся наша жизнь это как школа в котором каждая душа проходит уроки и набирается опыта растет в своем духовном развитии для того чтобы соблюдать закон кармы нужно руководствоваться своими основными качествами совестью которая есть у каждого человека это как некий голос сверху от самого Бога который всегда подсказывает нам как нужно поступить в жизни совесть всегда нас ограничивает от совершения негатива и говорит что это делать нельзя каждый человек имеет эту совесть и слышит ее но когда человек попадает в плохую компанию или тратит свое здоровье на разные удовольствия то он может перестать прислушиваться к своей совести совершать негатив и в итоге наработает огромную негативную карму которую потом придется все равно отрабатывать также у каждого человека имеется некий внутренний голос который как бы звучит из подсознания от тела само тело нам подсказывает как нужно поступать в жизни например что нужно кушать что нельзя кушать что будет для тела приятно что неприятно также у каждого человека имеется интуиция это как бы голос памяти прошлых воплощений у кого больше воплощений было у того интуиция более активная и человек больше руководствуется своей интуицией интуиция может подсказывать человеку разные идеи и также может подсказывать как правильно поступить в жизни то есть Бог дает человеку все инструменты для того чтобы человек не совершал негатива и когда люди наконец поймут вот эти два простых закона и перестанут совершать негатив в любом его виде то уже общество выздоровеет и начнет двигаться к золотому веку в мире не будет конфликтов и так как каждая душа стремится к слиянию с Богом и каждый Бога человек начнет видеть в другом человеке Бога то все души будут стремиться к общему слиянию они станут единомышленниками и в целом общество освободится от эгоизма от любой вот этой отделенности и начнет объединяться на основе духовных знаний только как Калки Аватар пришел в этот мир для того чтобы именно совершить духовную революцию освободить человечество от всех устаревших духовных знаний дать новые истинные духовные знания и привести всех людей к золотому веку к веку блаженства радости доверия дружбы счастья и любви и Толик конечно же желает всем начать постигать эти истинные знания также под этим роликом будут даны тексты которые необходимо начать осваивать распространять и если вы загоритесь этими знаниями если вы поверите в то что именно настоящий Бог пришел через Толика то вы станете пионерами духовной революции вчера был день пионерии а сегодня можно также праздновать как день пионера духовной революции и хотя Толик уже 8 лет говорит об этом дает учения все эти знания говорит о духовной революции уже несколько лет но пока людей которые бы загорелись этим знанием очень мало практически нету и чтобы стать пионером духовной революции нужно только загореться этим и распространять эти знания пытаться других людей убедить что это истинные духовные знания которые ведут людей к золотому веку к всеобщему благосостоянию и толик только желает всем людям стать пионерами и всем прийти к золотому веку больше толику ничего не нужно ни от кого поэтому успехов вам всем